30 градусов тепла, прекрасное голубое озеро. Кажется, что журналисты ТВ-21 наконец-то отправились в отпуск. Но нет, мы все еще на работе. И сегодня наша работа на бывшем памятохранилище птицефабрики Снежной. Оно действовало с 1983 по 2004 год. И за это время здесь уже произошло несколько прорывов в реку Кол, откуда идет водозабор. Земляные дамбы, которыми обнесены поля, оказались недостаточно плотными и не выдержали напор весенних ливней в 89 году. Это результат ошибок, допущенных еще при постройке Снежной. Это было крупнейшим птицеводческим предприятием, которое занималось разведением бойлера. Соответственно, вот в пик они производили 5 миллионов 200 тысяч бойлеров в год. Это огромнейший объем. С тех пор 200 тысяч тонн памета так и лежат на дне. Чтобы поднять их и обезопасить территорию, подрядчик построил две станции. Со скоростью 20 тысяч кубометров в неделю они будут перекачивать воду и ил в очистной комплекс. Он будет у нас поступать в первый блок шлам-накопитель, где будет разделяться вода от шлама. Вода будет чисто попадать в биологию, где будет смешиваться с химией. В принципе, она будет обезврежена. Жидкую фракцию будут сбрасывать в ручей земляной, а твердую увезут на полигон Междуречья. К сожалению, использовать ее в качестве удобрения не получится. Все полезные элементы из помета уже вымылись. Очистка начнется уже со дня на день. Мы уже испытывали оборудование. Еще 72 часа беспрерывно оно работало. Заявленный результат оно показало. Сейчас досинхронизируем те технологические процессы, которые у нас в наших модулях установлены. Сейчас мы видим, что работы ведутся в соответствии с четким планом, графиком оборудования. Все эти работы, поэтому к концу 2022 года эта проблема должна быть полностью решена. Работать весь сезон собираются круглосуточно. Специалисты будут приезжать и посменно следить за процессом. Перерыв сделают только на зиму, когда встанет лед. Общая стоимость проекта 461 миллион рублей. После рекультивации этот участок земли будет использоваться под сельское хозяйство. Будет откачка всех карт с помета хранилищем, засыпка грунтом и уже высадка газона. Тут будет ровная площадка. Кстати, новый очистной комплекс мобильный. И когда он опустошит эту яму с пометом, его можно будет перевести к другой. Таким же образом планируют избавиться от хранилища птицефабрики «Мурманская», которая в два раза больше этого. Александр Клепцов и Виталий Попков, ТВ21+.